Изменение Турции в начале 1900-х годов – одно из самых озадачивающих культурных и социальных изменений в истории ислама. За несколько коротких лет Османская империя была свергнута изнутри, лишена исламской истории и превратилась в новую светскую страну, известную как Турция. Последствия этого изменения все еще ощущаются сегодня во всем мусульманском мире, особенно в очень поляризованной и идеологически сегментированной Турции. Что вызвало эти изменения в турецком правительстве и обществе? В центре всего этого Мустафа Кемаль более известны как Ататюрк. Под его руководством в 1920-х и 1930-х годах родилась современная светская Турция. И ислам отошел на задний план в турецком обществе. Возвышение Ататюрка Решение Османской империи вступить в Первую мировую войну в 1914 году оказалось ужасной ошибкой. Во имя Аллаха, милостивой и милосердным, Талят Паша и делегация хотят вас видеть. Ну хорошо, пригласите. Достопочтенный Эфенди, Добро пожаловать, дитя мое. Прошу вас, садитесь, не стойте на ногах. Вы же знаете, мировая война продолжается. Наш господин, султан Решат, мой брат, султан Решат Эфенди, он отправил нас к вам. Английский флот, у берегов Ченокале. Они собираются устроить наступление. Мы думаем перевести в бурсу представителей династии, которая находится в столице. Значит, беда пришла к двери, верно? Вы совершили ошибку, когда начали участие в войне рядом с Германией, сынок. Но ведь немцы были и вашими союзниками. Верно. Нужно было соблюдать равновесие. Мы поддерживали немцев против русских и англичан. Мы использовали немцев как угрозу против них. Вам не нужно было участвовать в этой войне. Война была неизбежна. За 33 года своего султаната я столько раз спасал этот корабль от рифов неизбежных войн. во-вторых, если вам пришлось вмешиваться, то материковая Османская империя не должна была стать союзником таких же материковых государств, как Германия и Австрия. Нужно было объединяться с Францией и Англией, у которых сильный морской флот. Вы об этом не подумали, сынок? Мы были вынуждены. Вы думаете, что англичане включили бы нас в свою игру? Если бы велась правильная политика, все возможно. А в-третьих, вы зря переживаете, сынок. Я так оснастил Чинокале, что враг не сможет пройти эти бастионы, даже если вы не измените ситуацию. Если они не пройдут Чинокале, значит и русским помочь не смогут. Таким образом русский фронт рухнет. Я понял, какую ношу вынесли на плечах только когда сам пришел к власти. Возможно, в тот день он еще многое хотел сказать и задать очень много вопросов. Но повелитель не спрашивал и Талят Паша не отвечал. Но теперь они оба знали, что государство должно рухнуть. Прошло несколько лет. Чинокале никто не прошел. Повелитель оказался прав. Но османская армия потерпела поражение вместе со своими союзниками. Повелитель не увидел захват Стамбула. Может, это подарок судьбы. Он не увидел, как сапоги англичан и французов топчут землю столицы. Для него это была милость. Империи управляло во главе с тремя пашами, которые в одностороннем порядке вступили в войну на стороне Германии против британцев, французов и русских. Османская империя была захвачена с юго-англичанами, русскими с востока и греками с запада. К 1918 году, когда война закончилась, империя была разделена и оккупирована победившими союзниками, оставив только Центральную Анатолию под контролем туземцев. Именно в Центральной Анатолии Мустафа Кемаль станет национальным героем турок. Как офицер Османской армии, он проявил отличное лидерство в бою, особенно в Галлиполе, где Османам удалось отбить британское вторжение, нацеленное на столицу Стамбул. Однако после войны Кемаль четко обозначил свои приоритеты. Его главной целью было утверждение турецкого национализма как объединяющей силы турецкого народа. В отличие от многонациональной и разнообразной Османской империи, Кемаль стремился создать монолитное государство, основанное на турецкой идентичности. По словам Мустафы Кемаля, он описывает важность турецкой идентичности и незначительность ислама. Еще до принятия арабской религии ислама, турки были великой нацией. После принятия арабской религии, эта религия не способствовала объединению арабов, персов и египтян с турками для образования нации. Эта религия скорее ослабила национальные связи турецкой нации, притупила национальное возбуждение. Потому что цель религии, основанной Мухаммедом для всех народов, заключалась в том, чтобы вовлечь арабскую национальную политику. Искаженные и, откровенно говоря, фактически неверные взгляды Мустафы Кемаля на историю ислама помогли продвинуть его националистические взгляды. Используя турецкую идентичность в качестве точки сплочения, он сумел объединить бывших османских офицеров под своим командованием в Турецкой войне за независимость в начале 1920-х годов и изгнать оккупационные силы греков, британцев и французов, вторгшихся на турецкую землю после Первой мировой войны. К 1922 году Кемалю удалось полностью освободить турок от иностранной оккупации и использовать эту возможность, чтобы основать в Анкаре современную Турецкую Республику во главе с Великим Национальным Собранием. Во главе нового турецкого правительства стоял президент, избранный Великим Национальным Собранием. Естественно, выбором стал Мустафа Кемаль, герой войны за независимость, который теперь получил титул атотюрк, что означает «отец турок». Упразднение османского султаната и халифата Сначала казалось, что новое турецкое правительство унаследовало роль правительства Османской империи как сторонника ислама. В новой конституции, разработанной Великим Национальным Собранием, было объявлено, что ислам является официальной государственной религией Турции и что все законы должны быть проверены группой экспертов по исламскому праву, чтобы убедиться, что они не противоречат шариату. Однако эта новая система правления не могла работать до тех пор, пока в Стамбуле продолжало существовать конкурирующее правительство во главе с османским султаном. Правительство Анкары и Стамбула заявили о суверенитете над Турцией и преследовали откровенно противоположные цели. Ататюрк устранил эту проблему 1 ноября 1922 года, когда он упразднил османский султанат, существовавший с 1299 года и официально передал его власть Великому Национальному Собранию. Однако он не сразу отменил халифат. Хотя султаната больше не было, он позволил османскому халифату продолжать существовать, хотя и без официальных полномочий, только в качестве символического номинального главы. Зная, что этот шаг будет очень непопулярным среди турецкого народа, Ататюрк оправдал его, заявив, что он просто возвращается к традиционной исламской форме правления. Во время правления аббасидов некоторые годы халифы аббасидов были в основном номинальными лицами, а реальная власть находилась в руках визирей или полевых командиров. Ататюрк использовал этот пример, чтобы оправдать создание бессильного халифата. Халифат существовал со дня смерти пророка Мухаммеда, когда Абу-Бакр был избран первым лидером мусульманского мира. Для мусульман за пределами Турции действия Ататюрка явно поставили под угрозу сам халифата. В частности, в Индии мусульмане выразили возмущение действиями Ататюрка и организовали движение в поддержку халифат, которое стремилось защитить халифат от опасности со стороны иностранных захватчиков или самого турецкого правительства. По мнению Ататюрка, выражения поддержки халифата мусульманами за пределами Турции были расценены как вмешательство во внутренние дела Турции. Ссылаясь на это предполагаемое международное вмешательство, 3 марта 1924 года Ататюрк и Великое национальное собрание отменили сам халифат и отправили всех оставшихся членов османской семьи в изгнание. В послевоенные годы Ататюрк предложил программу реформ и модернизации, которая превратила умирающую Османскую империю в современное турецкое государство. Мехмед VI, последний султан из династии, которая правила более 600 лет, был выслан из страны и по удивительно причудливому капризу судьбы оказался на Мальте. Больше на родину он так и не вернулся. Ликование в стране фесок. И Нехмед VI, номинальный глава рухнувшей Османской империи, первым почувствует на себе всю мощь освобожденного народа. Национальное правительство вступает во власть, а турецкий султан ее покидает. Двоюродному брату бывшего султана Абдулу-Меджиду II был предложен сам халифа, религиозного главы мусульман, однако он пробыл в этой роли всего два года. В 1924 году в Турции был принят закон об отмене халифата. До того, как Первая и Вторая мировая война еще раз изменили карту Европы и Азии, в Ближневосточном регионе, особенно во времена расцвета Османской империи, почти везде был порядок, дисциплина и благоденствие. Взгляните на сегодняшние Балканы, проблему Боснии, Герцеговины, Югославию, Россию, Чечню, на вечно тлеющий конфликт Израиля и Палестины. Все эти территории Османы успешно удерживали в целости. Нападки на ислам После исчезновения халифата турецкое правительство получило больше свободы в проведении политики, направленной против исламских институтов. Под прикрытием очищения ислама от политического вмешательства система образования была полностью перестроена. Исламское образование было запрещено в пользу светских недогматических школ. Были снесены и другие объекты религиозной инфраструктуры. Шариатский совет по утверждению законов, принятых Великим Национальным Собранием всего двумя годами ранее, был упразднен. Религиозные фонды были конфискованы и поставлены под контроль государства. Суфийские домы были насильно закрыты. Все судьи исламского права в стране были немедленно уволены, так как все шариатские суды были закрыты. Однако нападки Ататюрка на ислам не ограничивались правительством. Повседневная жизнь турок также была продиктована светскими идеями Ататюрка. Первое. Традиционные исламские формы головных уборов, такие как тюрбаны и фески, были объявлены вне закона в пользу шляп в западном стиле. Второе. Женский хиджаб высмеивали как нелепую вещь и запрещали в общественных зданиях. Третье. Календарь был официально изменен с традиционного исламского календаря, основанного на хиджи, бегстве пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует Медину, на григорианский календарь, основанный на рождении Иисуса Христа. Четвертое. В 1932 году Азан, мусульманский призыв к молитве, был запрещен на арабском языке. Вместо этого он был переписан с использованием турецких слов и навязан тысячам мечетей страны. Пятое. Пятница больше не считалась выходными. Вместо этого Турция была вынуждена соблюдать европейские нормы, согласно которым суббота и воскресенье являются выходными днями на работе. После всех этих изменений Великие национальные собрания отказалась от шариата в 1928 году и удалила пункт Конституции, провозгласивший ислам официальной государственной религией. На смену исламу пришли светские идеологии Ататюрка. Языковая реформа Ататюрк знал, что эти светские реформы будут бесполезны, если турецкий народ сможет сплотиться, чтобы противостоять им. Самой большой опасностью для этого нового порядка была история турок, которая с 900-х годов была переплетена с исламом. Чтобы отделить новые поколения турок от их прошлого, Ататюрку пришлось сделать прошлое нечитаемым для них. Под предлогом повышения грамотности среди турок, которая действительно была очень низкой 1920-е годы, Ататюрк выступал за замену арабских букв латинскими буквами. Как и персидский, турецкий язык был написан арабскими буквами в течение сотен лет после обращения турок в ислам в 900-х годах. Поскольку турецкий язык был написан арабским письмом, турки могли относительно легко читать Коран и другие исламские тексты, связывая их с исламской идентичностью, которую Ататюрк считал угрозой. В дополнение к введению латинских букв, Ататюрк создал комиссию по замене арабских и персидских заимствований в турецком языке. В соответствии со своей националистической программой, Ататюрк хотел, чтобы язык был чисто турецким, что означало, что старые турецкие слова, которые стали устаревшими в период Османской империи, вернулись в употребление вместо арабских слов. Например, турецкая война за независимость, ранее известная как истекляль-харби, теперь известна как куртулуш-саваши, потому что истекляль и харб являются заимствованными арабскими словами в турецком языке. С точки зрения Ататюрка языковая реформа оказалась чрезвычайно успешной. В течение нескольких десятилетий старый османский турок практически исчез. Новые поколения турок были полностью отрезаны от старших поколений, с которыми было трудно вести простые разговоры. Поскольку турецкий народ был неграмотным в отношении своего прошлого, турецкое правительство смогло скормить им версию истории, которую они сочли приемлемой, такую, которая продвигала турецкие националистические идеи самого Ататюрка. Все эти реформы работали вместе, чтобы эффективно стереть ислам из жизни обычных турок. Несмотря на все усилия религиозно настроенных турок, таких как Саид Нурси, по сохранению своего наследия, языка и религии, давление со стороны правительства с целью принятия светских идей было слишком сильным. Более 80 лет турецкое правительство оставалось яростно светским. Попытки вернуть исламские ценности в правительство встретили сопротивление со стороны военных, которые считают себя защитником секуляризма Ататюрка. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok В 1950 году Аднан Мендерез был демократически избран премьер-министром Турции. Он вернет арабского азана. Хотя он добился успеха, он был свергнут в результате военного переворота в 1960 году и казнен после суда. Совсем недавно, в 1996 году, Ниджмитин Арбакан был избран премьер-министром, при этом открыто объявив себя исламистом. И снова военные вмешались и свергли его от власти всего через год пребывания у власти. Субтитры создавал DimaTorzok Отношения современной Турции с исламом и ее собственной истории сложны. Часть общества решительно поддерживает идеологию Ататюрка и считает, что ислам не должен играть никакой роли в общественной жизни. Другие слои общества предполагают возвращение к более исламскому обществу и правительству, а также более тесные отношения с остальным мусульманским миром. Однако больше всего беспокоит то, что идеологический конфликт между этими двумя противоборствующими сторонами не имеет никаких признаков того, что в ближайшее время утихнет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok